В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Ируниче. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Единый день голосования. Как в Сарове прошли выборы губернатора? В фэшнл-викенд в жилом комплексе Саровской Ривьера отметили День красоты. Росатом вместе. Большой праздник от госкорпорации. Далее расскажем обо всем подробно. По всей стране завершается подведение итогов единого дня голосования. В 80 регионах прошло более 4,5 тысяч выборов разного уровня. Миллионы людей пришли на избирательные участки. Активное участие в выборе нового губернатора Нижегородской области приняли и жители нашего города. На часах еще не было и 8 утра. Саровчане уже подходили к своим избирательным участкам, чтобы отдать голос за одного из кандидатов на пост губернатора области. Всего в голосовании приняли участие почти 34 тысячи жителей нашего города. Некоторые приходили целыми семьями. Жители должны поддержать и стратегию развития Нижегородской области, и того человека, который поведет эту стратегию вперед. Программа развития Сарова, программа создания научно-образовательного центра, программа развития кластера – все завязано именно в этой стратегии. Все мероприятия, которые есть сейчас и прописаны по городу Сарову, они также включены в стратегию развития Нижегородской области. Поэтому не проголосовать просто нельзя. В этот день жители смогли выразить свое отношение по поводу проекта «Стратегия развития 2035». В обсуждении этого документа изначально приняли участие эксперты из различных сфер деятельности. Но что произошло потом, это вообще беспрецедентная, по крайней мере, у нас в регионе, а может быть даже и в стране процедура. Это когда разные люди, трудовые коллективы, общественные организации приняли участие в широком общественном обсуждении, внесли достаточно много предложений. Сейчас они будут проанализированы. Если голосование пройдет должным образом и за стратегию, люди выскажутся, поддержат ее, то документ будет существенно доработан и действительно станет народным в полной мере. Многие из тех, кто пришел в этот день на избирательные участки, отметили, что голосуют не для того, чтобы просто выполнить свой гражданский долг, а верят, что действительно могут повлиять на судьбу нашего региона и города. На сегодняшний момент по состоянию на час дня явка на моем участке около 500 человек. Это примерно 25% избирателей. Все проходит в штатном установленном порядке. Люди приходят, делают свой выбор, голосуют. На сегодняшний момент нарушения не зафиксированы. В Сарове подсчет голосов уже закончен. По данным территориальной избирательной комиссии, явка в нашем городе составила более 40%. Чуть больше 6% горожан отдали свой голос за Александра Быкова. 8,6% за Клочкову. Чуть больше 12% за Курдюмова. 24,8% набрал Егоров. Более 40% саровчан проголосовали за Глеба Никитина. В целом по области действующий в рио губернатора также занимает лидирующую позицию. За него проголосовали 67,7% жителей региона. За прошедшую неделю на дорогах города пострадали два юных велосипедиста. В первом случае 10-летний мальчик отделался легкими ушибами и ссадинами. Второе дорожно-транспортное происшествие произошло 7-го числа в районе дома номер 8 по улице Московской. Черная иномарка сбила мальчика и скрылась с места ДТП. Велосипедист получил ушиб брюшной полости. Если вы стали очевидцем этой аварии, в госавтоинспекции просят сообщить об этом по телефону 02. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудников правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Усталость после рабочей недели или невнимательность участников дорожного движения. В прошлую пятницу сотрудникам госавтоинспекции пришлось буквально переезжать с одного места аварии на другое. Вечером на улице Силкина водитель автомобиля, выезжая с заправочной станции, не предоставил преимущества движения мотоциклисту, который двигался по главной дороге. И как следствие такой беспечности – ДТП. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был господизирован в реанимацию. Телесные повреждения довольно серьезные. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Еще одна авария произошла воскресным утром. Поворачивая с Октябрьского проспекта налево, водитель такси совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП супруги получили ушибы. После осмотра врачами были отпущены домой. Со слов водителя такси, ему помешало солнышко. Его ослепило солнышко, поэтому он и не увидел пешеходов. Хотя как там их не увидеть? Двух человек. Что стало причинами ДТП, незнание правил дорожного движения или погодные условия, выяснят следователи. Другой пострадавший теперь уже от рук мошенников знал о способах обмана по телефону и ему ничто не мешало проверить достоверность информации. Но пенсионер повелся на обещание аферистов решить его проблемы быстро и перевел на счет неизвестных лиц 38 тысяч рублей. Потом ему позвонили и сообщили, что денежные средства не могут пройти, что сумму нужно застраховать и перевести на счет еще 126 тысяч рублей. В итоге дедушка лишился более 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не переводить деньги неизвестным лицам, а всю полученную информацию проверять и сообщать о сомнительных звонках в дежурную часть. В минувшие выходные хоккейный клуб «Саров Инвест» провел первую игру после летнего перерыва. В рамках подготовки к новому сезону спортсмены провели пробный матч с командой, выступающей на первенстве России хоккейным клубом «Ракета». Игра выдалась насыщенной на острые моменты. В итоге матч завершился со счетом 9-7 в пользу клуба «Ракета». Другая важная информация в подборке коротких новостей. 20 сентября в Духовно-научном центре пройдет конференция под названием «Православное лето». Лейтмотивом встречи станет понимание терминов «свобода» и «ответственность» среди молодых россиян. Участниками конференции станут школьники, студенты, а также представители церкви, образовательных и других работающих с молодежью организаций. До и сразу после обсуждения молодым людям предложат озвучить свое отношение к свободе и ответственности. В России стартовала подготовка к экзаменационной кампании 2019 года. На днях в сеть для обсуждения выложили проекты документов, которые регламентируют структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. Они дают возможность будущим участникам ЕГЭ составить представление о том, что их ждет на экзаменах. Узнать, сколько всего будет заданий, какой сложности и в какой форме будут сформулированы вопросы. Документы опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут семьи, в которых второй ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января этого года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде страны. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать сразу два заявления. На сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка. 9 сентября, во Всемирный день красоты, на набережной жилого комплекса «Саровская ривьера» прошел первый в нашем городе фэшн-викенд от дизайн-мастерской «Дело вкуса». Саровчане увидели эксклюзивные коллекции одежды дизайнера Елены Бабиновой в стиле спортивного шика и городской костюм в русском стиле. Подробности далее. Самый красивый день осени в самом красивом жилом комплексе нашего города. «Саровская ривьера» собрала на своей набережной всех тех, кому небезразличны чувства стиля и современные модные тенденции. Под этнические музыкальные мотивы на подиум первого в городе фэшн-викенда выходят девушки в русских костюмах. Ручная вышивка, сарафаны и пышные юбки, насыщенная цветовая гамма, украшения и оригинальные головные уборы. На создание этой коллекции дизайнера Елену Бабинову вдохновил русский народный костюм. Естественные, яркие, артистичные. Было видно, насколько им приятно чувствовать себя в этом образе. И эти костюмы, которые они на себе примерили, и движения. 25 саровчанок и две совершенно разные коллекции. И все это в неожиданной для дефиле локации на фоне современной архитектуры жилого комплекса «Саровская ривьера». После коллекции в русском стиле на импровизированном подиуме набережной реки Сатис появились девушки в стиле пинап. Показ мод для нашего города – это события выдающиеся. Я даже и не вспомню таких. Поэтому мне было очень интересно пообщаться с людьми вживую, полюбоваться, конечно, моделями и самой приберить костюм. Сегодня в фэшн-индустрии популярны понятия «народная модель». В последние годы модные дизайнеры отказываются от общепринятых стандартов красоты 90-60-90 и делают выбор в пользу интересных типажей простых девушек. Маргарита Степанова участвует в показе студии «Дело вкуса» уже во второй раз. «Дело вкуса» и вот мне прям очень по душе ее наряды. Я была поражена первый раз, когда увидела их и участвовала. Когда встал вопрос о втором разе, даже не раздумывала. Девчонки все суперпозитивные. У нас на репетициях сложилась такая дружественная атмосфера, что я думаю, все чувствовали себя сегодня на высоте. К показу моделей готовила целая команда специалистов сцен движений и пластика от хореографа, модный образ, созданный руками профессионального дизайнера одежды, визажистов и парикмахеров-стилистов. Все утро мастера студии «Фрэш» трудились над прическами для народных моделей. Все очень здорово, потому что то, что я хотела, я получила. Это фан, это драйв, это очень весело, это прикольно. Это не очень простая подготовка, потому что 25 девушек, 25 собрать на репетицию – это было очень сложно. Но, тем не менее, все приходили, все были в настроении, все были счастливы. День красоты на Саровской ривьере удался. Зрители и участники фэшн-уикенда наслаждались отличной погодой и красивыми коллекциями одежды. А те, кто посмелее, принимали участие в конкурсах и получали ценные подарки от организаторов. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Росатом вместе. В социальных проектах Росатома значительная часть гостей праздника рассматривала выставку автотехники разных годов. По мнению самих горожан, жемчужной экспозицией стал «Шевроле Корветт» 1978 года. Экземпляр редкий, а в состоянии близком к заводскому практически не встречается. Подобное авто оказалось в Нижегородском музее техники и был специально привезен к нам в город на этот праздник. Машина приехала из Америки. Машина новая. В свое время она была куплена одним американским коллекционером и оставлена в гараже. На данный момент пробег машины чуть больше 200 миль. Пока одни жители города обходили коллекцию раритетных автомобилей, другие в это же время не отрывали свой взгляд от экранов. Здесь показывали клипы десяти песен атомных городов и видеозарисовки с различных мероприятий. Время и место на сцене нашлось для каждого проекта. Территория культуры, Нюклея Китс, парад созидателей. Мы их собрали и показали нашим горожанам, какое огромное количество людей принимает участие в этих проектах. И у нас есть большие перспективы. Перспективы самые позитивные. Если горожане будут принимать активное участие в голосовании на сайте «Росатом вместе», то Сарову выделят 10 миллионов рублей на развитие проектов госкорпорации. Продолжилась праздничная часть программы музыкальными выступлениями. Ближе к девяти вечера на площади Ленина стало очень людно. Все ждали выступления группы «Хай-фай». До выступления группы «Хай-фай», до кульминации сегодняшнего праздника осталось еще около часа. Но уже сейчас можно сказать, что праздник состоялся. И это подтверждают несколько тысяч человек на площади Ленина. «Хай-фай» группы, известная многими еще с конца 90-х. С первых аккордов публика подхватила и подпевала хиты коллектива. Участники признались, что выступать перед зрителями, которые их ждут и знают их песни наизусть, это всегда здорово. Это даже не работа, это удовольствие какое-то. Приезжаешь, приезжаешь, поступаешь, тебе хлопают. Это приятно. Да, главное, отзывы всегда спасибо большое, мы так рады. Нам нравится дарить свою энергетику. Мы получаем прям вот массу удовольствия от того, что нравится людям. Зрители, в свою очередь, не скупились на аплодисменты, заряжая своих кумиров позитивной энергией. Праздник прошел на одном дыхании, но главный его посыл – голосовать за свой родной город – все еще актуален. И, как говорят организаторы, вместе у нас все получится. 11 направлений и больше сотни воспитанников. Спортивная школа ИКАР открыла свои двери для детей и их родителей, желающих поступить в спортивные секции. Все гости праздника смогли увидеть, как проходят занятия, пообщаться с тренерами и тем самым выбрать для себя подходящий вид спорта. Олег Токтаров, Михаил Заломин, Светлана Кулакова – эти имена известны всему миру, и сегодня на них равняются сотни молодых ребят. Свою карьеру именитые спортсмены начинали в школе ИКАР, которая за десятки лет существования выпустила не одно поколение чемпионов по лыжным гонкам, акробатике, боксу и многим другим видам спорта. Детско-юношеская школа охватывает 11 видов спорта. Мне кажется, они горожанам все известны. ИКАР работает очень давно, плодотворно. Полторы тысячи воспитанников ежегодно посещают секции, тренировки. Один из самых популярных видов спорта на ИКАРе – единоборство. Сюда приходят ребята разного возраста. Кто-то хочет научиться приемам рукопашного боя, кто-то просто стать сильнее и выносливее. Обучаться единоборству юным спортсменам помогают опытные педагоги. Каждый тренер разрабатывает свою концепцию тренировок и у каждого своя тактика общения с детьми. Каждому ребенку, естественно, нужен свой подход. Но так как они занимаются в группах, нужно еще уделять внимание тому, чтобы групповое занятие от того, что я к каждому подойду в отдельности, не терял эффективность. Естественно, сложно. Потому что, во-первых, это загруженность по времени внимания. Еще проблему составляет то, что к каждому ребенку нужно подойти, чтобы ему нравились занятия. Футбол, баскетбол, легкая атлетика, бокс, художественная гимнастика. В спортивной школе каждый может найти себе секцию по душе. Самый активный набор идет на отделение пулевой стрельбы. Сюда приглашают всех желающих проверить свою меткость и развить внимание. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.